Спортивные соревнования в Одессе постепенно выходят из карантинного отпуска. Почти все масштабные турниры проходят на базах Одесской академии и Международного гуманитарного университета. Вслед за состязаниями по боксу и борьбе в ход пошли стремительные валанчики от бадминтонистов. Примечательно, что первым стартом после реконструкции в спорткомплексе МГУ сразу стал крупнейший в нашей стране международный турнир Одесса Open 2020, проходящий при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова. Подробности в нашем сюжете. Увидеть легионеров на турнирах во время пандемии – это настоящая экзотика. Бадминтонисты из Китая, Сингапура, Дании, Бельгии и Молдовы стали первыми ласточками после длительной карантинной паузы. При этом, по словам организаторов, на Одесса Open были соблюдены все санитарные нормы и проведены необходимые тесты. Турнир собрал около 200 спортсменов и прошел в спорткомплексе МГУ, который в ближайшее время будет открыт для всех после реконструкции. Обновленный спортивный зал на 8-й станции фонтана имеет множество преимуществ. Теперь здесь есть возможность принимать спортсменов из разных регионов страны и других стран в любое время года. Здесь было сделано полностью все. Здесь было сделано покрытие. Здесь был открыт гостиничный комплекс для спортсменов. Здесь полностью поменялась мембрана накрытия спорткомплекса. И сегодня мы здесь можем проводить турниры не только зимой, точнее, мы можем проводить турниры не только летом, но и зимой. Здесь полностью поменена система отопления. После реконструкции – это первые соревнования, которые проводятся, и сам впервые бадминтон в Одессе. Поэтому это очень неприятно. И мы общались где-то 2 недели назад Для украинского бомбинтона такая поддержка открывает новые возможности. Уже осенью в Одессе планируется провести два чемпионата Украины. Среди студентов и мастеров, а также финалы всеукраинской универсиады и гимназиады. Тесное сотрудничество подкреплено подписанным ранее меморандумом между президентом Национального университета Одесской юридической академии Сергеем Киваловым, президентом Федерации бомбинтона Украины Алексеем Днепровым и главой Одесского областного управления физической культуры и спорта Валентиной Кольчак. Кроме того, накануне международного турнира Одесса Open 2020 был подписан еще один меморандум между юрокадемией и федерациями бомбинтона Одесской области и города Киева. Огромная благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, что он создал все для того, чтобы тут не только бомбинтон развивался, а вообще спорт. Это такой городок, который будет привлекать сюда все больше и больше спортсменов. То, что он тепло относится к этому виду спорта, сам зал об этом говорит. Он новый, великолепный. В этом зале можно проводить любые турниры, гран-при уровня Европы, мира. Постоянное развитие спортивной инфраструктуры в вузах мотивирует как профессионалов, так и аматоров. К сожалению, не все спортсмены из других стран смогли приехать в связи с ограничениями пандемии. 170 человек нам приехало на этот турнир. К сожалению, из-за коронавируса должно было быть больше заявлено. Просто все из-за границы. Спортсмены, которые хотели, они не смогли пересечь границу. На данный момент мы видим высочайший уровень подготовки, организации данных мероприятий. Этот турнир действительно нет слов сказать. Слова благодарности организаторам. В прошлом году Кубок Черного моря 2019 по бадминтону собрал более 200 спортсменов из 13 стран мира. Одесса Опен – это только первый шаг в открытии нового интересного сезона. Члены сборной команды уже готовятся к международным стартам, но календарь будет составлен ближе к сентябрю. Что касается профессиональной карьеры наших всех спортсменов, ситуация, опять же, очень неоднозначная, потому что мы все не знаем, как с этими коридорами зелеными, куда мы можем, куда не можем. И вот только с сентября или с начала августа мы будем пробовать ехать на первый турнир. Участники турнира уверены, что впереди много новых побед и успехов, а главный бадминтон в Украине становится все популярнее, а значит, олимпийские вершины наших спортсменов все ближе. Дмитрий Богомолов, Валерия Абабина, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова